Добрый день дорогие друзья! В прямом эфире программа «Четверть часа». Меня зовут Надежда Калинина. В день памяти святителя Иоанна Златоуста мы продолжаем разговор об этом святом и о единственном в мире городе, названном в его честь. Интересно, что даже в советские годы уральский город Златоуст не менял своего названия, хотя во второй половине 1920-х годов в местной печати неоднократно звучали призывы к этому. Предлагались различные названия – Южноуральск, Стальск, Сталинск. 21 декабря 1929 года пленум Златоустовского окрисполкома даже принял постановление переименовать город Златоуст в город Сталинск, а округ – Сталинский. Однако ни исполком Уральского областного совета, ни в ЦИК – это решение местной власти – не утвердили, и город сохранил свое историческое имя. Продолжит тему моя коллега Светлана Ладина. Сейчас мы посмотрим вторую часть программы о Златоустовской мастерской декоративно-прикладного искусства ЛИК. Андрей Александрович, а вот пока идем до мастерской, скажите, пожалуйста, как получилось, что за время советской вакханалии город Златоуст сохранил свое имя? Я, вот мое мнение, что это только благодаря тому, что искусство златоустовской гравюры было. Во-первых, и златоустовская гравюра, она была уже златоустовская, она на тот момент уже была златоустовская. А во-вторых, я думаю, что все-таки наша партия больше ассоциировала название «Златоуст» как «золотые уста», «золотые ворота», поэтому что-то золото, что-то какие-то. Ну и, соответственно… Здесь уже начинаются скульптурные иконописные изображения. Расскажите о них, пожалуйста. Я не могу сказать, что это у нас родилось случайно, потому что мы… Один из заказов у нас был, мы делали оклад иверской иконы на Валдай в Святозерский монастырь иверский. И братья попросили, сказали, ну хорошо, то есть икона есть, а можете какое-то небольшое изображение сделать, какое-то подарочное, чтобы мы там каким-то важным гостям дарили от монастыря. Вот. Мы взяли то платье, которое мы лепили как раз вот для оклада, для иверской иконы, уменьшили и, соответственно, сделали вот такую вот небольшую икону в технике гальванопластики. То есть это медь, основа и покрытие уже никель, золото, серебро и так далее. То есть, поэтому это не совсем златоустская гравюра, это больше уже вот такое рельефное изображение с покрытиями. Получается, что вратарница открыла вам врата и к такому роду искусства? Да, то есть получилось такое вот новое направление и, соответственно, потом оно уже начало развиваться самостоятельно, потому что следующий заказ у нас был… Мы делали раку Варлам-Хутынского монастыря, делали врата для Варлам-Хутынского монастыря и, соответственно, мы эти образы тоже уже использовали для изготовления таких вот сувенирного направления. Ну и дальше уже лепили по мере поступления заказов, но и сейчас, по крайней мере, мы получили благословение, и я думаю, что, ну, даст Бог, все это будет реализовано. Для кафедрального собора в Челябинске мы будем делать совместно с кослями чугунный иконостас, будет единственный в мире, можно сказать. Вот. И для нижнего, то есть в нижнем храме, в крестильном, будет чугунный иконостас, и все иконы будут лепные. То есть мы будем лепить полностью все иконы, соответственно, делать в той же самой технике, вот, которую мы уже отработали. Поэтому я, ну, если это все сложится, это будет, конечно, уникальный проект и уникальный именно уральский иконостас по-настоящему. Да уж, умеете вы удивлять. А вот скажите еще, пожалуйста, вот памятник, где стиший патриарх Алексей II и митрополит Лавр, это тоже ваша работа, и если да, где это установлено? Это не установлено, это был проект, но вот получилось, что пока мы как-то этот проект сделали сразу же, вот, после воссоединения церквей и после подписания, вот, воссоединения, но как-то все были живы-здоровы, и вроде как было не совсем актуально, а потом, ну, видимо, мы немножко у нас с продвижением, все-таки продвижение хромает, поэтому такой же проект, подобный сделали, но сделала уже другой скульптор, вот, и сейчас такой памятник, по-моему, установлен у Храма Христа Спасителя. Ну, у вас как память осталась, да? И как же создаются такие вот грандиозные скульптуры? Проходите, это вот у нас как раз скульптурная мастерская, то есть здесь можно как раз уже, ну, в принципе, вот это все направления нашей деятельности, то есть от маленькой статуэточки, от маленьких каких-то сувениров, гравюры и до монументальной скульптуры, то есть здесь как раз уже создаются монументальные образы, ну, по крайней мере, наши возможности позволяют вот до пяти метров лепить здесь что-то. Вот я тут узнаю преподобному ученицу Елисавету, причем она, видимо, и в этой скульптуре представлена, и в этой, да? Да, да, но это уже после формовки, поэтому здесь не совсем приглядный вид, то есть вот видно как раз уже следы снятия формы, вот, вот, но этот памятник уже отлит, отлит в бронзе и установлен в Москве, в Елисаветинское подворье. Открытие будет в ноябре, как раз на день рождения Великой Княгини, вот, то есть было изготовлено два памятника, то есть один памятник перед храмом, где она в образе Великой Княгини, и уже во внутреннем дворе, во внутреннем дворе, то есть уже в подворье в самом, где она в монашеском образе, поэтому вот такой вот тоже интересный, два памятника в одном месте. А вот это, скажите, пожалуйста, вот если в Волгограде, я просто предположу, да, родина-мать воюющая и отчасти скорбящая, то здесь это выглядит как родина-мать торжествующая, буквально летящая и очень любящая. Ну, это такой у нас просто получается образ весна, вот такая, то есть еще здесь должны птицы потом над рукой раскрываться. Ну, женский образ, он вообще для любого скульптора, это все-таки бальзам на душу, вот, поэтому это вот тоже одна из тем, потому что, ну, все равно и образы, и матери, и женщины, и так далее, то есть это все неразделимо. Вот, все-таки скульптор-то мужчина. – Андрей Александрович, а вот это что за точечки на этом барельефе? – Это у нас такой получился интересный проект совместно с администрацией города Сарапула. Это в рамках фонда президентских грантов мы сделали виды города, то есть было изготовлено 14 досок с видами города Сарапула, и доски адаптированы для слабозрячих и для невидящих. – Ну, вот же написано «Город на ощупь». – Да, поэтому проект получил такое название «Город на ощупь», причем каких-то зданий уже нет в реалии, то есть они снесены там и так далее, то есть мы делали какие-то с фотографий исторических, какие-то существуют, и они являются памятниками архитектуры в Сарапуле, вот, поэтому здесь сам барельеф уникален, потому что он именно адаптирован для слепых, то есть мы консультировались именно со слепыми, убирали лишние шумы, лишние, которые для пальцев, то есть чтобы люди четко понимали вход, лестница, окно и так далее, то есть балкон, все фактура башен там и так далее, вот. Ну и, соответственно, подпись для зрячих людей и шрифт брайля для незрячих, слабовидящих и так далее. Вот, то есть поэтому вот такое вот, ну и в рамках работы над этим проектом появилась идея сделать и, может быть, инициировать проект по созданию ряда икон для слабозрячих и для слепых, то есть причем не просто иконы, а чтобы был тропарь, кондак, что-то присутствовало, чтобы присутствовала молитва на иконе, чтобы человек мог не только образ прикоснуться к образу, прощупать именно адаптированный для слепых образ, но при этом, чтобы это и для зрячего человека выглядело эстетически красиво, вот, чтобы это не было каким-то непонятным, потому что многие иконы, которые делаются, они выглядят так, как полуфабрикат какой-то, вот, а чтобы это было и красиво, и в то же время адаптировано полностью для незрячих, вот, ну и опять же продублировать полностью шрифтом брайля, и чтобы человек не только мог прикоснуться к образу, но и прочитать молитву, то есть это, ну, мне кажется, это достаточно важно было бы, и тогда в каждом храме можно было бы сделать уголок, который бы был предназначен для этого человека. Вы какие образы там видите в первую очередь? Ну, мы думали, наверное, что надо начинать с Вседержителя, и, допустим, ну, я думаю, что Казанская, все-таки у нас Казанская икона и почитаема, и покровитель, ну, и покровитель России, и вообще покровитель. Вот, поэтому я думаю, что образ Богородицы Казанской и Вседержителя. Здорово, дай Бог, что получилось. И я еще здесь заметила, что есть вот такая фигурка-человечка, и поправьте, если я ошибаюсь, видимо, она даст незрячему человеку представление о масштабах здания по отношению к человеческому росту, да? Да, да, все правильно. То есть это как раз вот именно масштабное. Просто здесь мы первоначально подошли, естественно, как скульпторы. Вот, то есть мы взяли дом, тут красивые еще насаждения, деревья. Мы все это дело изобразили, естественно, когда незрячие у нас, то есть, ну, слабовидящие, так сказать, может, совсем незрячие, ему сложно сориентироваться. Когда у нас слабовидящий человек подошел, он сразу же, ну, то есть он мог разглядеть, с трудом, но мог разглядеть. Он сразу же сказал там, допустим, что вот это шум, это надо убирать, это, допустим, хорошо, это оставляйте. То есть мы вот в консультации с таким человеком смогли сделать первый рельеф. И уже потом дальше остальные мы уже, как бы, зная моменты, мы адаптировали, возили на проверку, и там уже как раз проверяли полностью незрячие люди. Потому что как раз это тоже важно. Когда человек потерял зрение в процессе, то есть он может, у него есть ассоциативный какой-то ряд все равно, ну, те же образы зрительные, которые он когда-то видел. А когда человек, в принципе, незрячий, то ему сложно с чем-то ассоциировать. И тогда он ориентируется только вот на, полностью на руки. Вот, поэтому, ну, вот эффект получился. Спасибо вам огромное. Если бы наше эфирное время не было ограничено, наверное, можно было бы еще ходить и удивляться. Ну, во всяком случае, теперь мы познакомились с творениями замечательных златоустовских мастеров и познакомили наших зрителей. Иоанн Златоуст, один из трех вселенских святителей, родился в Антиохии около 347 года. Последний период его земной жизни был омаранчен гонениями, которые начались после того, как святитель был назначен архиепископом константинопольским. Святой оказался настоящим архиереем, служителем воли Божией, а не обласканным властью чиновником, который делает то, что заказывает правящая верхушка. Владыка Иоанн бесстрашно выступает против социальной несправедливости, разврата, идеологии комфорта. В правящих кругах, а также среди священства, растет число недовольных. В 403 году по решению собора епископов святителя отправляют в изгнание. Он продолжает говорить правду, обличать тех, кто жаден и жесток, под давлением народа, любившего праведника. Из первой ссылки святителя Иоанна вернули, но не замедлили практически сразу отправить его во вторую. По пути в новое изгнание святой Иоанн отошел ко Господу. Это было в Каманах, которые находятся на территории современной Абхазии. Предлагаю нам с вами совершить туда паломничество, но не простое, а поэтическое. В Абхазии, у речки Гумиста, в Каманах многолиственных, гробница. Тут, в пятый век, великий друг Христа Сомкнул свои телесные уста, но словом его разум золотится. Шумела рядом не одна война. В богатой почве камни, стрелы, пули. Последние лет двадцать тишина. Стоит российских воинов стена, Ущелья в одеялах туч уснули. Пред богатейшим мыслью из людей Цвело богатство неба, Солнца, моря, Плодов неслыханных, Неслышимых детей, Страны известной Щедростью своей И частым прихождением К горцам горя. Святитель Иоанн Запомнил те места, Откуда уходил к цветущим рощам рая. Закончив здесь несение креста, Он молится, Чтоб эта красота Вела к добру На струнах душ играя. В Константинополь мощи унесли, Но для любви ведь нету расстояний. Паломники в каманы шли и шли, Глаза, лампады, свечечки зажгли, В гробнице много письменных посланий. Им Златоуст немедля отвечал, Кого-то дома ждут его ответы, Он больше утешал, чем обличал. Свет слов чудесных Вечный вел причал. Как нам нужны Не от земных советы? Я тоже написал, Не помню уж о чем, Но все потом вокруг меня менялось, Внутри невидимым таинственным огнем Сжигалось, Сожаление, пустом, И что-то новое Мучительно рождалось. Прими же и теперь, Вседневный пастырь наш, Все эти строки, Как мое моленье, Чтоб лжи рассеялся Навязчивый мираж, Чтоб выкинуть из сердца Дурь и блажь, Вражду и ропот, Гордость и сомненье. Дорогие друзья, Еще раз поздравляю вас С Днем памяти Святителя Иоанна Златоуста. Увидимся с вами завтра В эфире телеканала «Союз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин